всем привет с вами кекс и сегодня мы будем с вами делать тортик опиум это один из зимних рецептов которые вам рассказа очень популярны и поэтому хочу с вами поделиться предыдущих видео я пока за как я делаю карамельный крем кто не видел перейдите по ссылочке сверху а кто уже умеет просто сделайте карамельный крем здесь у меня количество на пачку масла 3 столовые ложки мака я замочила в кипятке залила кипятком она у меня постоял аж покуда водичка у меня не остыла водичку я слила и слегка мак положила на салфетку этот корж у меня шоколад на кипятке его рецепт тоже у меня есть уже видео чтобы не делать слишком длинное видео я решила отснять в начале отдельно рецепты своих бисквитов и начинок чтобы потом было проще вам рассказывать о том как делать сам торт то есть вот шоколад на кипятке вы видите у меня осталась кастрюлька с остатком моего заварного крема с карамелькой и верхушечку которая горбиком у меня я ее срезала и в кино этот карамельный крем из него я буду пирожное картошку которым я собственно буду выравнивать свой тортик то есть у нас будет абсолютно безотходное производство карамельный крем впитается в коржи то есть это будет еще и очень вкусно смотрите свой оставшийся корж я разрезаю на три части здесь я пекла на полторы порции в рецепте который у меня указан классический рецепт этого коржа там грубо говоря одна порция то есть я еще половину такой порции то есть все вместе это выпекалась конечно у меня немножко дольше но вы видите вот абсолютно пропеченные пористые коржи шоколадного моего тортика что ж начнем сборку я уже рассказываю что я люблю пользоваться пульверизатором для того чтобы равномерно смачивать свои коржи я вот приобрела новый потому что кто видел на прошлом видео у меня сломался вот я сделала пропитку здесь у меня идет немножко коньяка вода сахар ну собственно по вкусу я делаю чуть послаже чем на чай водичку и туда добавляю еще буквально у меня сюда ушло на где-то 350 грамм сиропа ушло две столовые ложки коньяка что с этим тортиком очень хорошо сочетается понятное дело что если это будут кушать детки то коньяк вы добавляете в кипяток когда делаете сироп и алкоголь у вас выветривается то бишь привкус остается интересный такой ну конечно кто не любит не добавляет вот ну а кто любит я же говорю алкоголь весь выветрится если вы его добавите прямо в кипяток абсолютно равномерно смачиваем наши коржи я его вы видели смочила и боковушечки и немножко низ нижний корж советую очень сильно не заливать водичка потому что людям так будет удобней когда нарезается чтобы нижний корж удобно было подхватить и он там у вас не разломался по дороге не был слишком нежный визуально я свой крем разделила на четыре части так как я люблю положить на низ крем начинку а потом опять крем и корж то бишь в одну прослойку мне надо два раза крема здесь я испекла безе вот мой шоколадный ганаш мы этим уже пользовались в предыдущем моем рецепте сникерс кто не видел попробуйте посмотреть вот безе я такие пальчиками испекла и корж у меня один целенький такой ну диаметре моего тортика растопила я свой ганаш на 20 секунд поставила в микроволоку вот он у меня уже стал жиденький и безе как я уже рассказывала я все время перекрываю шоколадом для того чтобы не отсырела сама безе от моего крема и от пропитки и влажности в тортике чтобы она осталась у меня хрустящим течение ну в течение двух дней она точно еще хрустящие потому что у меня был оставался кусочек два дня лежал то там внутри было еще хрустящие безе то есть двое суток она еще там внутри держится это очень важно потому что безе частенько любит раствориться в тортике и что было оно что не было вы только зря старались поэтому лучше вот так вот сделать чтобы не переживать потом вот я покрыла с одной стороны буквально чуть-чуть своим ганашем придавливаю крему и сверху перекрываю точно также слегка своим ганашем этот рецепт зимой популярный потому что он хрустящий и не легкий такой как допустим там битое стекло или крема на сметане даже на сливках йогуртовой вообще зимой практически не идут поэтому и для тех кто делает чисто для себя говорю что этот рецепт очень вкусный именно на зиму и для тех кто делает на продажу тоже сейчас у я думаю пора уже заняться вторым слоем его точно также мы не забываем смочить боковушки буквально по чуть-чуть вы видите я пшикаю протягиваю то бишь сильно заливать опять-таки боковушки не надо еще скажу шоколадный корж он особенно вот этот вот который шоколад на кипятке он уже идет такой приятно влажный то есть он не не очень влажный то бишь пропитывать его все равно нужно но сильно заливать его не надо у меня здесь было 350 грамм пропитки и это у меня пропитка уйдет и на торт и мне этого хватит для того чтобы замочить и сделать картошку поэтому сильно не разгоняйтесь и много не делайте здесь я думаю пора уже ускориться потому что здесь у нас идет повторение так сказать вот вы видели она мазала вторую свою половинку кремом и закрыла так как я говорил что у нас крем без и опять крем крем очень прикольный получается он такой с легким маковым привкусом так как мак если мы его залили кипятком он такой вкус как маковых коржах уже набухший у него не очень меняется вкус если вы не замочите просто насыпите это уже будет совсем не то поэтому советую потратить 10 минут вашего времени и залить мак кипяточками и тогда это будет очень вкуснее не бойтесь что если вы свой карамельный крем добавите слегка влажный мак что он у вас расслоится у меня этого ни разу не произошло я конечно мак потом откидываю на салфетку и туда лишняя влага впитывается но сам мак остается немножко влажноватым я его не просушиваю ничего вот и у меня ни разу ничего не отслоилось никаких проблем не возникло я уже рассказываю что у меня в духовку не влазит делать сразу два кругленьких коржика поэтому я чаще всего на свои тортики в которые у меня идет безе пику один круглый корж и вот такими вот палочками вокруг этого коржа просто делаю маленькие такие штучки и пику их вместе сразу все вместе потому что безе сушится долговастенько я еще обычно выключены духовке это все оставляю до остывания духовки поэтому мне не очень весело два раза печь по круглому коржу я делаю вот такими палочками никто из заказчиков не знает там у меня палочки не палочки режется но все равно хрустяще и приятно мне конечно чуть чуть дольше вы видите намазывать каждую эту штучку я все равно экономлю стараюсь экономить свое время чего я вам советую не нужно затягивать с тем тортики не обязательно делать очень сложно тортики делать легко и весело а главное очень вкусно собственно последний свой коржик я точно также увлажняю по бокам увлажняю нижнюю часть и сейчас опять таки положу крем и накрою последний свой ярус тортика здесь в этом видео я еще хочу чуть чуть поподробнее рассказать о своей картошке потому что девочки начинают задавать такие вопросы по поводу а вот а как а какие крема а что какие коржи печь на эту картошку девочки никакие сюда идут отлично от обрезки с ваших тортиков они у вас такие же вкусные как и собственно ваши тортики поэтому не надо никаких отдельных коржей отдельных кремов единственное вы когда сейчас в общем все расскажу и покажу дальше у меня на видео это будет поэтому все расскажу чтобы сильно тут они не затягивать свои глупые разговоры я свой тортик уже собрала чуть-чуть по бокам собрала что у меня вылез крем я собираю форме вы можете делать это без формы этот тортик у вас не расползется то есть если вы делаете именно с таким кремом и с этими коржами они у вас никуда не поплывут ставлю под пресс и пока я буду заниматься картошкой вот вы видели то что я кинула кусочки своего коржа они еще довольно плотные и те кто пек этот рецепт моего коржа они знают что верхушка такая как корочка слегка покрывается поэтому она плотная я сюда потихоньку начинают добавлять воду и перемешиваю разбиваю свои кусочки измельчая их тем самым можно конечно их изначально ручками перетереть крошки но вы видели я просто корж разломала там буквально на 6 частей и кинула их сразу сюда поэтому я этим занимаюсь ложки и добавляем водичку ориентируемся на ощупь то есть мы перемешиваем покуда не увидим хорошо влажные коржи я эти коржи намочила и оставлю на какое-то время чтобы водичка впиталась где-то это минут там 5-7 надо чтобы постояли и вот уже она у меня в водичка питалась становится вы видите более однородную массу превращаться на водичка все равно туда нужно потому что это масса не собирается у этого шоколадного коржа есть очень большой плюс с него очень хорошая картошка получается он во-первых хорошо перетирается и очень такой вязки что ли получается лучше даже чем если делать картошку на обычном бисквите на ванильном то бишь мне это больше нравится он такой ну пластичный его хорошо потом на тортике выравнивать водичку все равно добавляю потому что мне надо понимать потом чтобы ножом я могла намазывать свою картошку и она у меня не отваливалась кусками от тортика то бишь не была жесткая а именно намазывалась может чуть-чуть плотнее чем масло должна быть текстура и вот вы видите она становится у меня более мягкая если она у меня не хочет растворяться я и туда еще водички добавляю еще пускай пять минут постоит то бишь все равно тортик у нас стоит под прессом ничего страшного у нас все равно есть полчаса времени точно и у меня там осталось немножко крема моего карамельного моей картошки он точно не повредит он ее сделать только вкуснее поэтому я решила сюда же свою картошку высыпать и чтобы этот крем собрать по боковушкам чтобы он туда впитался у меня в картошку еще советую добавить кусочек масла где-то 50 грамм и тогда ваша картошка станет более пластичная и вам удобнее будет не работать здесь у меня кусочек на 100 грамм вот половина кусочка и дальше вы видите я начала работать вилкой то есть между промежутками в вилочке очень удобно это картошечка перетираться чтобы у вас не было крупных кусочков и потом это не сказалось о покрытии вашего торта мастикой то бишь даже если вы будете перекрывать шоколадным ганашем картошка очень экономит количество шоколадного ганаша которым вы перекрываете торт то бишь все равно получается дешевле вот вы видите мою текстуру она у меня такая гладкая вязкая сейчас я уже до конца перетру маселка и собственно я уже выровняла тортик хочу вам показать его покрыла мастикой сверху у меня еще вот такое деревцо будет обычными листиками вырубка я сделала травку по бокам вырезала поставила еще сделала заборчик тут конечно плохо видно прожил очки на заборчике камера у меня плохо передает здесь но у меня есть вот такой вот блокнотик я его протерла спиртом а у него сзади как деревянная такая текстура я по ней прокатывала мои деревяшки и тогда они получались деревянной текстурой и вот собственно мой тортик который у меня получился если вам было интересно мое видео ставьте пальчики вверх буду выкладывать для вас свои новые рецепты вот наш тортик так что удачи всем ваших начинаниях с вами был ваш кекс пока пока